Исследователи проанализировали поисковые запросы и упоминания, включающие в себя имена Виндзоров, и пришли к выводу, что Меган Маркл – самая популярная и влиятельная представительница королевской семьи. Общественности работники медиасферы уделяют герцогине Сасикской больше внимания, чем любому из других монарших родственников. В месяц интернет-пользователи посвящают Меган Маркл около 7,4 миллионов поисковых запросов в Google, 10,4 миллиона хэштегов в Instagram. Также за последний год она стала героиней 11 200 статей. Герцогиня смогла с большим отрывом обогнать в этом рейтинге саму Елизавету II, которую упоминают в среднем в три раза чаще, чем остальных виндзоров. Третье место и почетный титул самой инстаграмной королевской особой принадлежит Кейт Миддлтон. Также в список наиболее популярных и влиятельных членов королевской семьи вошел принц Гарри. Ему досталось четвертое место с 2,7 миллионами поисковых запросов, 11,7 миллионами хэштегов в Instagram и 9400 статьями. Замыкает пятерку лидеров покойная принцесса Диана, которая обогнала многих живых родственников, включая бывшего мужа принца Чарльза. Принц Чарльз славится своей любовью к садоводству, окружающему миру и отдыху на свежем воздухе. Именно поэтому большинство проектов Уэльского связано с облагораживанием королевских резиденций и герцогства Корноул. А в минувший четверг принц Чарльз, которого в Шотландии называют герцогом Ротсием, открыл детскую площадку в Дамфрис-хаусе. Там можно найти веревочный городок, качели, горки, туннели, все, что нужно для детей в маленьком возрасте. Однако главной жемчужиной площадки является башня, сделанная из английского каштана, которая была вдохновлена домиком на дереве из резиденции Highgrove House. Известно, что этот домик на дереве был построен для Уильяма и Гарри, когда те были еще совсем юными. Конечно, маленькие принцы также участвовали в процессе, чтобы успеть отпраздновать в нем седьмой день рождения Уильям в 1989 году. Маленькие наследники хотели убежать от всех, а сам Уильям тогда сказал проектировщику Вилли Бёртрому, чтобы домик был как можно выше. «Мы хотим убежать от всех. И мне нужна веревочная лестница, чтобы я мог поднимать ее, и никто не смог бы добраться до меня», – заявил принц. К слову, в 2015 году домик на дереве был отремонтирован, чтобы внуки Чарльза могли проводить там свое время. Тогда принцу Джорджу было всего два года, а сейчас он с удовольствием играет там вместе со своими братом Луи и сестрой Шарлоттой. Оказалось, что хижина для принцев была построена по подобию Холлирууд Уэс, резиденции королевы в Эдинбурге. А теперь в Дамфрис хаусе будет красоваться и площадка, оформленная в таком же стиле. «Представители королевской семьи будут рады, если герцог и герцогиня Сасекские останутся в США и не приедут на службу памяти в честь принца Филиппа», – заявил монарший эксперт. Оказалось, что члены британской короны боятся, что Меган и Гарри устроят очередное шоу во время такого важного для всей семьи мероприятия. Известно, что супруги должны были вернуться в Великобританию в апреле этого года, однако из-за скандала, который устроил Гарри, пара решила остаться в Монте-Сито. Ранее Сасекский требовал от монаршей семьи оплатить из королевской казны его семье личную охрану по прибытии в Великобританию. Однако эксперт Ингрид Сьюрт считает, что протесты Гарри только на руку представителям британской короны, ведь они не хотят видеть герцогов в королевстве. Это мероприятие – благодарность принцу Филиппу, поэтому они не хотят, чтобы это превратилось в шоу Меган и Гарри, – заявила Сьюрт. Известно, что памятная служба, приуроченная к годовщине смерти принца Филиппа, пройдет весной этого года в Вестминстерском аббатстве. Сообщается, что на церемонии смогут присутствовать родственники и друзья покойного принца Филиппа, а также высокопоставленные лица и представители благотворительных организаций и фондов, с которыми был связан герцог Эденбургский. Герцог и герцогиня Кембриджские посетили больницу Клитерау Комьюнити Хоспитал, чтобы пообщаться с персоналом. Медработники рассказали, с какими трудностями они сталкиваются в период пандемии. Уильям и Кейт встретились с врачами общей практики, медсестрами и другими сотрудниками. Супруги поблагодарили их за то, что они продолжают обеспечивать высокий уровень ухода за пожилыми и больными пациентами в больнице в сельской местности. Супруги Кембриджские являются покровителями фонда НХМ Черетис Тугезер, который обеспечивает психологическую поддержку в том числе работникам сферы здравоохранения. Во время своего визита они познакомились с щенком Альфи, который в будущем поможет персоналу, клинике и пациентам поддерживать свое эмоциональное состояние. Альфи принадлежит к породе Кокапу. В данный момент его обучают, чтобы впоследствии привлечь к канистерапии, методу лечения, в основе которого лежит контакт с собаками. Позже принц Уильям и Кейт Миттон поприветствовали Читу Барри и их дочь Анастасию во время визита в благотворительную церковь в графстве Ланкашир. Там же герцог и герцогиня пообщались с волонтерами, церковнослужителями и прихожанами. Супругов радушно принял пастор Мик, бывший торговец наркотиками, который в 2019 году основал церковь на улице, чтобы помогать бездомным и нуждающимся людям. Он создал безопасное пространство для всех, кто испытывает трудности, в том числе для тех, у кого проблемы с психическим здоровьем. Между принцем Гарри и его отцом, принцем Чарльзом вновь разгорелся скандал. Сасикский возмущен тем, что британская корона отказывается покрывать траты на личную безопасность Гарри, его жены Меган Марк и детей Арчи и Лилибет. Герцог заявил, что не может приехать в Великобританию, так как это может обернуться настоящим риском для его семьи. Отказ финансирования деятельности Сасикских, а также оплаты их личной охраны, последовал после ухода принца Гарри и Меган Марк из королевской семьи. Сейчас супруги вместе со своими детьми проживают в Монте-Сито и уже около двух лет не появлялись в Великобритании. Сам Гарри приезжал на родину лишь два раза, на похороны принца Филиппа и открытие статуи принцессы Дианы. Оказалось, что Сасикский решил довести дело до суда, ведь он требует пересмотра Министерством внутренних дел финансирования личной охраны его семьи во время пребывания в королевстве. Однако эта ситуация получила еще больше резонанс после того, как в руки экспертов попали бумаги принца Чарльза 20-летней давности. Тогда, в 2002 году, Уэльский лично оплатил двух телохранителей для Камилы Паркер-Боулс, которая на тот момент еще не стала супругой принца и частью королевской семьи. Конечно, данный поступок Чарльза откровенно нарушает Монарший кодекс, но в тот момент безопасность Корнуольской была для него превыше всего. Не является секретом, что первые лица любого государства подлежат защите. Обычно этим занимается специальная служба. В России это ФСО – Федеральная служба охраны, в США – Secret Service – Тайная служба, в Великобритании, ПАДИПИ – Парламенты and Diplomatic Protection Service – Служба парламентской дипломатической защиты. Члены британской королевской семьи тоже подлежат охране. Причем речь идет о всех ее представителях. Принц Гарри, несмотря на побег в США, шестой в очереди на престол, да и в родстве ему не откажешь. Вот только после Мэгзита ему было отказано в праве на личную охрану, которая теперь обеспечивается за счет самих Сасекских. Беда в том, что служба не имеет права работать на территории Альбиона, из чего и вытекает вопрос, будет ли охрана во время визитов Читы в Великобританию. Вот только в ответ на соответствующий запрос Гарри получил однозначный резкий отказ. И это несмотря на то, что отдельно подчеркивалось, что принц хочет лично финансировать защиту, а не навязывать это налогоплательщикам. «Скотленд-Ярд недоступен для найма», – ответили официальные источники. Также было отмечено, что у полиции нет специально обученных сотрудников, которые сидели бы без дела в ожидании контракта или возвращения беглецов. Сторона Гарри ответом не удовлетворена и готовит исковое заявление. Принц Гарри унаследовал угрозу своей безопасности с момента рождения на всю жизнь. Он остается шестым в очереди на престол, дважды нес боевую службу в Афганистане, а в последние годы его семья подвергалась хорошо задокументированным неонацистским и экстремистским угрозам, говорится в судебных документах. Все это отражает отношение Британии и ее административных органов к ситуации с сасекскими. Одновременно с переездом и интервью о тяжелой доле членов семьи Гарри и Меган, похоже, лишились поддержки не только рядовых жителей королевства, но и Скотленд-Ярда. Кстати, не полицейским управлением единым сильна охрана королевы. Еще есть Королевская гвардия Великобритании. Они охраняют резиденции королевы и ее лично. Их бобровые шапки и красные мундиры, едва ли не главный символ страны после Биг Бена. Кстати, именно у этих придворных гвардейцев уставом предусмотрены правила падения в обморок на посту в случае необходимости. Запрещено заваливаться в сторону или раскачиваться в процессе, а падать нужно лицом вперед, продолжая при этом держать винтовку штыком вверх.